Это видео я снимаю специально для курильщиков, но только для тех, которые действительно хотят бросить курить. Часто мои новые клиенты, которые хотят бросить курить, спрашивают, как это сделать. И я говорю, что не нужно с этим бороться. Не нужно бороться с вредными привычками, нужно вытеснять их полезными привычками. То есть нужно концентрироваться на том, что для вас полезно. И внедрять это в свою жизнь, тогда полезные привычки вытесняют вредные. Вот и все. 99% моих клиентов в первый год бросают курить, даже те, кто не собирались бросать курить вообще. То же самое примерно происходит и с алкоголем. Ну алкоголь может остаться в каких-то минимальных культурных дозах, редко по праздникам. Но курение вот отваливается. Вы ловите себя на том, что вам все меньше и меньше хочется курить. И все, что не нужно нашему организму, оно просто отваливается. То есть алкоголь в каких-то зашкаливающих дозах, если вам он был нужен, он вам уже не нужен. Курение, сразу вы курите меньше, 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 а потом вообще через год примерно это уходит из вашей жизни. Но есть одна фишечка, которая поможет ускорить этот процесс. Как вы думаете, почему кальяны столь популярны? Даже если человек не курит вообще, то кальяны он скорее всего покуривает. И на самом деле у кальянов есть положительный оздоровительный эффект. И кстати, в 19 веке медики писали о пользе курения. То есть сейчас, чтобы адекватно воспринять то, что я скажу, нужно включить немножечко здорового смысла. И важно, чтобы ваше мышление было не слишком таким деревянно скептически шаблонным. Вот это только полезно, вот это только вредно. На самом деле в любом продукте, в любом действии есть и вред, и польза. Важно сколько там вреда и сколько там пользы. Вот в чем польза курения, например. Реально польза есть. Вот возьмем, допустим, кальян. Это СО2 в чистом виде, плюс какая-то гарь, какие-то смолы. То есть от СО2 на самом деле человек получает положительный эффект. Потому что это расширяет сосуды, это расслабляет, это снимает зажимы и блоки. Именно поэтому, когда вы курите кальян, у вас там, вы улетаете в какое-то, как будто другое измерение. И приходят какие-то инсайты, вы перезагружаете свою психику, уходят какие-то психические травмы, которые вам мешали жить. И это дает пользу. Объективно это так. Хотя в дыхание смол, вот этой всей гари, плюс туда еще могут подмешивать какие-то легкие наркотические одурманивающие вещества. Они, конечно же, влияют на нас плохо. Что касается сигарет, то СО2 влияет хорошо. Вот эти короткие промежутки, подышал дымом, это хорошо. Но смола, гарь, это плохо. Поэтому, что мы можем сделать? Для того, чтобы человек, который подсаживается на кальян, он подсаживается на СО2. Человек, который подсаживается на сигареты, он подсаживается на СО2 и на никотин. Чтобы получать ту пользу, которую вы получаете от кальяна, не закуривая его вообще, достаточно просто применить дыхательную практику. То же самое и с курильщиками. Чтобы получать ту пользу, те приливы энергии, которые вы получали после сигарет, нужно внедрить дыхательную практику. Полное описание практики, о которой я говорю, есть в отдельном видео. Ссылку на него я прикрепляю в описании. Как бороться с сигаретами в случае, если вам приспичило покурить? Просто задерживайте дыхание. Вот выдыхаете и на выдохе задерживаете дыхание. Держитесь столько, сколько можете. Подержались. Выдохнули. Дальше вы получите, то есть когда люди курят. Люди курят, чтобы расслабиться, чтобы перезагрузиться. Когда вот понервничал, пошел курить. Вот сделайте одну такую задержку дыхания. Чем дольше вы будете держаться, тем лучше, тем больше вы получите от СО2. Вы его получите больше, чем от сигарет, потому что организм сам его выделяет. И вы закрываете себе доступ к кислороду. То есть по сути, что такое сигареты? Это закрыл себе нос, вот то же самое. Но легкие дышат, но втягивают не кислород, а СО2. То есть перекрывайте дыхание. Чем дольше вы сможете держаться, тем больше вы получите СО2. Плюс вот это вот напряжение. Когда вы терпите дискомфорт от нехватки кислорода, вы начинаете напрягаться. А чтобы снять спазмы, какие-то зажимы в мышцах, нужно их напрячь, либо растянуть. И таким образом вы получаете психологическую разгрузку и порцию СО2, которая расширяет сосуды и снимает напряжение, дает вам прилив энергии. Если один раз не помогло, то сделайте 2-3. Вы потратите на это 5 минут. И каждый раз, когда вы захотите закурить, делайте такую вот задержку дыхания. Вы можете делать это где угодно, на работе, в офисе. Вот эту фишку задержка дыхания используйте. И если вы хотите получить более крутой эффект, то сделайте то, что я даю в дыхательной практике. Это делается... То есть принцип похожий, но меньше нужно терпеть дискомфорт и более длительное время. Не минуту, а 15 минут и более. Если вы сигареты не курите, но подсели на кальян, чтобы получить тот же эффект, который вы получаете от кальяна, но не вдыхая вот эти смолы и легкие какие-то наркотические вещества, которые там вполне могут быть, вы можете использовать дыхательную практику. Если у вас остались вопросы, вы можете задать их в комментариях. Я с радостью на них отвечу. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok